Отлично. Все хорошо, понимаете? Я горжусь, что ты никогда не жаловался ни на что. Все отлично. Вот этот подход, подход не жертв, а подход искателя. То, что ты искал, ты действовал самостоятельно. Для меня это было удивительно, когда я в Матерь впервые услышала историю твою. Я слышала и как партнер, и как мама, я была удивлена, и я настолько это была с вещами, что для меня как будто я, ну, изрядно тебя увидела, понимаешь? И я думаю, меня поймет каждая муазь, да? Спасибо. Спасибо. И тут спасибо за терпение, потому что я тот человек, который Володя много-много раз говорит, я только потребитель. Вам кто-нибудь говорит, я потребитель. Я работаю не буду, я люблю потребитель. И когда Вова настолько тактично и деликатно мне предложил этот бизнес, он как-то просто продукт дал попробовать. Привез угостил. Вам нравится хороший продукт? Попробуй. Вот мне понравилось. Что это? Это сетевая компания. Ну, сразу, как он всегда, честно говорил, его увидишь, но нельзя быть таким честным, откровенным все рассказывать, но вот он уже такой был рожден, и ты сразу все говорил. Это сетевая компания, это Атами. Мы занялись. Мам, посмотри, если хочешь. Знаете, почему я не рассматриваю на это? Не потому что сегодня неинтересно. Потому что я тренер, и я проводила тренинги для сетевых компаний. Меня заказывали сетевые компании, именно для того, чтобы я мотивировала и поднимала людей. Для меня выбрать одну компанию означало, что я тогда откажусь от всех других компаний. Так как ни одна компания сама уже меня туда не позовет. Я же скажу Атами, понимаете? Скажу Атами. Просто я себя знаю, что я уже не смогу, даже сама не смогу уже проводить. И так как я была таким тренером, и проводила разным сетевым компаниям, мы поднимали, мотивировали, это, я как профессионал. И тут, конечно, я говорю, нет, я как потребитель, я не могу. Хотя меня предлагали, приглашали на разные ключевые позиции в сетевых компаниях раньше, в другие сетевые компании, даже корневых дистрибьюторов приглашали, я отказывалась. Даже при запуске компаний много приглашали меня туда, я отказывалась, потому что я выбрала быть тренером для всех, для всех сетевых компаний. Но тут, когда я увидела, как Вова и Мика начали работать, когда мне понравился продукт, увидела, как они что-то за два месяца вышли на ранг, заработали уже такие деньги, ну вот как вот сетевой. Я же знаю, я работаю с сетевиками, я знаю, какая там картина, и за сколько времени люди выводят на какие доходы. То есть у меня это не секрет. И я удивилась, что здесь быстро, и здесь так вот легко, и по-другому. И тогда я заинтересовалась, посмотрела маркетинг-планы, и, да, я была удивлена. Я поняла, что здесь люди смогут зарабатывать деньги. Потому что нет ничего хуже, и самая распространенная ошибка, не ошибка, а расстройство самой распространенной людей, лидеров других компаний, что их люди не зарабатывают. И тут, когда видишь, что здесь можно заработать, и каждый может, кто будет работать, ну, это меня вдохновило. И вы знаете, я вот две минуты вот займусь сейчас, просто чтобы уже так завершить мысль. Последние пять лет в основном жалобы у людей. Ко мне, как и на индивидуальные тренинги, приходят бизнесмены различного уровня, и крупные, и персоны разные. И они говорят, так же, трудности с финансами. И у многих людей ухудшение финансовое. Кредиты, долги, ну, видимость, вроде бы, живут хорошо, но долги зависят, привязанные, и вплоть до очень высоких, понимаете, на них смотрят, они такие все суперкрутые, на таких тачках, на таких машин, на таких, на таких, на таких, но никто не знает, какие у них долги, что у них стресс выше крыши. И я понимаю, что вот что-то здесь такое происходит, не хочется идти в тот бизнес, где удерживай головой, там, ну, просто с головой, в риски конкретные, долги нереальные, не хочется этот курс внести, многих, да? И вот я как-то увидела, интересно, в последнее время мне все жалуются, что не хватает денег, нехватка денег. Люди даже на тренинг уже платить денег, представляете? Ну, как, кто хочет обучаться? Говорят, в долг. И вот тут, вот эта идея мне показалась, вот как будто вспышка такая в голове, что здесь можно взять, всех объединить, и дать им такой бизнес, где можно зарабатывать деньги. Ну, конечно, нужна поддержка, когда мы все объединились. И я вот посмотрела, я знаю, просто Володюшку, человек, который вообще обманывать не умеет, да? Вот как бы мы его не учили, он в детстве меня воспитывал. Я там бабушке что-то присочинила, говорю, мама, нельзя же сочинить, почему ты так сказала бабушке? Я говорю, ты не говори бабушке, мне это я скажу. То есть настолько вот это с детства, понимаешь, что я честно спела, я думаю, какой он такой честный, да? Я говорю, все, все скажет. И я поняла, что да, с какой командой. Я посмотрела на Таину, ну, кто там вышел. Посмотрела, очень внимательно рассмотрела, видео, какой она человек, и тоже. Я поняла, что я могу доверять. Вот так и сложилась моя, да, ночь, в которой я не спала, и в эту ночь я приняла решение, что я отказываюсь от всех компаний, и я выбираю Антони. И это было огромное решение и просчитанное. И вы знаете, что просто так, конечно, я бы не выбрала Антони, потому что я здесь не из-за денег. У меня не было финансовых проблем. То есть, нет, я достаточно всегда зарабатывала хорошо. То есть у меня мотивация была не эта. А вы знаете, вот что-то душа большела. Понимаете меня, да? Вот душа хочет большего, великого. Вот чего-то такого сотворить. Игры какой-то крупной. Вот по максимуму сыграть. Вот от этого же уже кайф. От этого драйв. Вот посмотрите, какие вы толковые, способные. Мы все можем это сделать вместе. И я приняла решение, что буду помогать по максимуму. Вот сколько от меня зависит. И представляете, это же здорово. Здорово, что мы вместе. Здорово! Я передаю слово Володю. Он расскажет вам дальше истории. Пожалуйста, аплодисменты. Спасибо. 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 Мне захотелось рассказать о лидерских клубах. В Атоме существует три лидерских клуба. Первый лидерский клуб называется Молодежный лидерский клуб. Чтобы в него вступить, нужно иметь заработок 50 тысяч долларов в год. То есть, 25 тысяч долларов за полгода. Достаточно за полгода заработать эту сумму, чтобы вступить в лидерский клуб. То есть, когда я уже вернусь в Корею, я могу вступить в этот клуб. Следующий лидерский клуб называется просто лидерский клуб. Там нужно иметь заработок 40 тысяч долларов. Да, чтобы вступить в молодежный, нужно быть моложе 40 лет. В обычный лидерский клуб могут вступить кто угодно. И следующий клуб называется Королевский. Королевский клуб – это заработок 500 тысяч долларов в год. В России был создан совсем недавно клуб миллионеров. То есть, они назвали его так. Это люди, которые заработали миллион рублей с периода открытия. То есть, за полгода те люди, которые вышли на заработок в миллион рублей. Что дает этот клуб? Члены клуба миллионеров в России, на данный момент, там не так много людей. Всего 5-6 человек, по-моему. Хотя миллионы рублей – это не такие большие деньги. То есть, это те деньги, которые мы уже, в принципе, с супругой заработали за последние полгода. Если мы были прикреплены к России, мы были бы там. Люди, которые входят в этот клуб, участвуют в принятии решений, как компания будет развиваться в этой стране. Люди, которые зайдут в этот клуб, будут участвовать в специальных тренингах, в специальных собраниях, принимать какие-то решения. Допустим, первыми решениями в России было принято сделать автопробег. По всей России команды на машинах с плакатами, с продукцией будут ездить по городам, делать презентации, дарить продукции и так далее. То есть, это, естественно, спонсируется компанией. К чему я это говорю? Мне бы хотелось, чтобы все здесь присутствующие вступили в лидерский клуб Казахстана. То есть, в клуб миллионеров. Ранее была озвучена такая мысль, что мы вышли на заработок быстро, что это легко. Это правда. Но в то же время нужно понимать, что ступень мастера продаж, это первая ступень, это самая сложная ступень в компании. Пак Хангиль говорит, если вы стали автоматическим мастером продаж, вы уже прошли полпути до империал-мастера. Хотя ваш заработок составляет пока 4 тысячи долларов, 4-5 тысяч долларов, но ваш заработок будет расти. Здесь есть разные понятия. Автоматический мастер продаж, простой мастер продаж. Есть разница. Об этом, о мастере продаж мы планируем поговорить уже, скорее всего, в конце июля. Специальный тренинг будем проводить, специальный семинар, как стать мастером продаж, какие стратегии есть, какие бывают виды мастеров и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что человеку в среднем, по статистике, необходимо 1-2 года, чтобы выйти на уровень автоматический мастер продаж. Мы с супругой вышли на этот уровень за 2 месяца. Спасибо. Я сейчас не хочу хвастаться, я просто хочу объяснить, как нам это удалось. Мы просто влюбились. Мы влюбились в компанию. Мы влюбились в продукцию. Мы влюбились в систему. Мы работали все время. Мы и сейчас работаем все время. Но мы работаем, потому что мы выбрали эту работу. Потому что наша цель вывести как можно большее количество людей на отличные заработки. Чтобы все желающие могли выйти на этот заработок. Потому что здесь есть конечная цель. Почему все это работает? Я не устаю это повторять. Потому что продукция. Потому что конечный пользователь, конечный потребитель, последний человек в мире, который зарегистрировался, когда уже все будут зарегистрированы, он все равно останется в выгоде. Даже если человек ничего не зарабатывает, он получает выгоду. Выгоду в виде продукции, в виде здоровья, в виде красоты. То есть он получает товар, который натуральный, основанный на натуральных органических компонентах, который не содержит вредной химии, который приносит только пользу. Это передовые технологии Южной Кореи, которые были разработаны в лучшем институте. Которые были собраны и созданы на лучшем заводе. Это не какая-то туфта. Это нечто стоящее. Мы очень были рады этой возможности. И мы просто не спали. Мы работали все время. Даже когда мы спали, мы работали. Мне снились сны. Я видел, как планы, маркетинг, презентации, как что можно сделать. Я всегда просыпался с радостью. За три года в Корее я был погружен в стресс. Постоянный стресс. Но как только я начал работать с Атами, я снова стал счастливым человеком. Потому что каждый раз утром я просыпался с улыбкой. Потому что планов было миллион. Я не успевал делать все эти планы. Но это мне давало еще больше энергии, чтобы доработать и двигаться дальше. Я хочу, чтобы у каждого из вас появился такой огонь, такое желание работать. Мы смогли этого добиться, не имея никакого опыта в сетевом бизнесе. Прибыв в Казахстан, я понял, что нам с супругой нужно самим обучаться. Потому что мы ничего не знаем. Но даже не зная и не умея ничего, мы смогли добиться этого просто потому, что мы влюбились. Мы влюбились в эту идею. И все, что мы делали, это доносили людям, как все это работает. Объясняя снова, снова и снова. Самое сложное, конечно, это работа с препятствиями. Потому что люди ставят барьеры, людям сложно донести, у людей сомнения. Но это же здорово. Это же здорово, что люди не верят на слово. Потому что таким образом вам есть кому это рассказывать. Если вы все верили на слово, если вы все обожали сетевой маркетинг, вам некого было бы уже подписывать. Сейчас вы находитесь в числе первых. Большая часть Казахстана не имеет представления, что такое атом. А кто имеет, имеет неполное или ошибочное представление. Если вы начнете искать информацию в интернете, вы найдете много противоречивых роликов. Много перефразированных выражений, много всяких изовлекалок. Я рекомендую, прежде чем поверить в информацию, убедиться в ее правильности. Потому что люди слышат, понимают по-своему и пытаются как-то до кого-то донести. Очень много такой информации. Поэтому будьте бдительны. Сейчас я хочу показать вам ролик. Этот ролик по открытию, которое состоялось в России 3 мая. Казахстан также ждет открытия. Как сказали вчера в Алмуте на семинаре, скорее всего, официальное открытие будет в октябре-ноябре. Этот ролик у нас утром запустился без звука. Можно запустить? Посмотрим, будет звук? Звука все равно нет. Ну, ладно. Тогда в следующий раз. Здесь просто, чтобы было представление. Хотелось, чтобы у вас было представление, что такое церемония открытия. Здесь должна быть громкая, динамичная, пафосная музыка. То есть это Атоми парк. Это штаб-мортира Атоми, которые завершили постройку, по-моему, в этом году. Это сейчас главный офис компании, где работают все администрации. Здесь проходят семинары, различные мероприятия. Это корейская девушка, которая куда-то идет. Идет к цели. Сейчас, может быть, получится звук запустить? А вообще снова звук и звук идет? Это запускается с корейской девушкой. Он, 개인적으로, 제일 즐거웠을 때가 뭐고 하면, 제일 좋을 때가... Это... это YouTube запустился, скорее всего. Вот. Ура! Можно приглашить свет. Здесь открывается портал в новую страну, в Россию. И поиск успеха мучиться. Мучиться в России России. И поиск успеха мучиться. Меня помогает вызвать хороший русский sinnvoll. Помогите, это. Там хотя нет. Я пошучу deinem в России.